28 октября 2020 года, 32-й день Отечественной войны. Армянская армия, не соблюдающая режим гуманитарного прекращения огня, обстреливает позиции нашей армии и близлежащие населенные пункты на различных направлениях фронта, используя различное оружие. Боевые операции продолжаются в основном на Ахдаринском, Ходжавенском, Физулинском, Зангеландском и проигрывает. Не смирившиеся с поражением на поле боя, вооруженные силы Армении продолжают нападение на территории, где проживает мирное население. Арселерийскому обстрелу подвергаются Тер-Тер, Ахджебеды, Товус, Гедебей, Дашкесен и Губадлы. Днем армянские вооруженные силы вновь наносят удары по городу Берде с использованием ракет РСЗО «Смерч». В результате инцидента погиб 21 человек. Более 70 человек получили ранения. Гражданской инфраструктуре и транспортным средством в городе нанесен значительный ущерб. Один сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям, служивший среди гражданского населения, погиб в результате ракетного обстрела. Еще один получил тяжелые ранения. Однако никакие шаги не могут отвратить наш народ от правильного пути. В эти дни, когда наша армия побеждает врага на поле боя, народ сохраняет свою солидарность. В тот же день президент Ильхам Алиев заявил в своем аккаунте в социальной сети, что кровь, пролитая жителями Берды, не останется неотомщенной и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя. В интервью российскому агентству Интерфакс глава государства сказал, «Наша армия мстит на передовой за шахидов, жертв кровавого террора, совершенного врагом в Берде, два дня подряд». На фоне всего происходящего президент Азербайджана сообщает о новых победах на поле боя. Освобождена от армянской оккупации села Зенгеланского, Физулинского, Джабраильского, Губадлинского районов. Таким образом, азербайджанская армия сохраняет превосходство на 32-й день войны. До полной победы оставалось 12 дней.